Сегодня утром рабочие приступили к демонтажу парка универсиады, а волонтеры разъезжаются по домам. Накануне все 20 тысяч добровольцев устроили возле дворца земледельцев прощальную вечеринку. Первый выходной после интенсивного графика работы волонтеры отметили в парке универсиады. Шанс развлечься вместе не упустил никто. Во время студенческих игр ребята толком не виделись. Здесь же большая дружная семья в сборе. Чтобы молодые отдохнули на полную катушку, сами организаторы в этот день переоделись в добровольцев. Общаясь с волонтерами на протяжении последнего года, полутора лет, сколько я работаю в дирекции, я себя ощущаю просто первокурсницей. Это действительно очень классное ощущение. Я заряжаюсь энергией. Даже если я сплю по 4 часа, я все равно каждое утро просыпаюсь с улыбкой, танцую и встречаю новый день с радостью. Приятный сюрприз для виновников торжества – настоящий пьедестал для награждения спортсменов. Во время универсиада на него поднимались лучшие легкоатлеты. Подиум привезли с центрального стадиона. Еще одна очередь – книги пожеланий. Вероника Травкина работала в дни универсиады с прессой и уйдет с собой в Москву огромный багаж знаний и опыта. Язык действительно совершенствуется. Разговорный язык – это все-таки очень важно. Нас в университетах учат в основном читать, писать, а именно разговорный язык – это тоже очень важно. Потом общение с разными культурами, да, мы уже знаем, как вести себя с разными народами. Ну и вот новые знакомства – это самый лучший опыт бесценный, который мы получили. А кто-то встретил на универсиаде любовь. Болельщик Ильна Скашапов не смог пройти мимо волонтерской точки возле станции метро Аметьева. Это прошло так чисто случайно. Я ехал вот как раз болеть и увидел красивую девушку. Подошел к ней. Ну, все, познакомились. Универсиада завершилась, а тяга к спорту только проявилась. Насмотревшись на успехи атлетов, волонтеры демонстрируют свои умения в волейболе, настольном теннисе, гимнастике. И даже шуточные соревнования, такие как бег в ластах, вызывают резонанс. Позже начался концерт. Мэр города Эль Сурмедшин поблагодарил добровольцев за огромную помощь. За эти 12 дней изменилась Казань, изменился наш город, изменились люди. И благодаря вам, вашей работе, вашей беззаветному служению великим идеалам студенческого спорта, вашим улыбкам, вашему дружелюбию Казань стала совершенно другой. Торжество продлилось до поздней ночи. На сцене выступили известные артисты. Екатерина Белалова, Адель Мендубаев, Вести, Татарстан.